Всем привет! Вы на канале Черничный Хутор, где семья живет в лесу. Наши зрители знают, что до зимы мы хотим застеклить нашу террасу. Застеклить и уже зимой потихонечку можно будет сделать ремонт. Но мы не знаем, как она застеклиться. Может какие-то будут подводные камни. И поэтому давайте сегодня застеклим вот этот наш аппендицит. Застеклим алюминиевыми окнами. Посмотрим, может нам не хватает каких-то отливчиков, подоконничков. Может надо было, вот мы заказали, может надо было чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. В общем, начнем с этого аппендицита сегодня. И сегодня же тогда, когда установятся здесь окна, закажем окна нашу террасу. Давай, Ваня, подключайся, помогай. Поехали на рыбалку. Мы в Звинске вчера только на рыбалке были вместе. Рыбы, во! Меня с вами не было. Давай съездим. Давай только на полчаса. Если, вот если за полчаса ни одной рыбы, сразу летим назад. Если поклевка, тогда еще минут 10 побудем. Давай. И так вот, вроде через, у нас 2 часа, у нас через 2 часа приедут уже устанавливать. Побежали, побежали. Вроде пасмурно, погода щучья. Может быть, что-нибудь попадется. Я хочу шпоху не клюнул. Ваня, что-то клюнуло, отбывание. Щука. Щука идет. Да, что-то огромное. Молодец, тащи ее, тащи. Тащи, 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 тащи. Не поднимай, не поднимай. Ну что, молодец, хорошая. Слушай, 10 минут рыбачим только. Че ты так запахиваешься, ты вообще неправильно тянешь. Вообще неправильно тянешь. Давай в бочку ее. Давай. Хорошая. Ну что, еще 10 минут и едем домой? Еще половина. А окна вставлять? Поехали, Вань. За поросенком едут, надо срочно продать поросенка. Хватит одной щуке, хватит, когда-нибудь опять приедем. Давай. Вань, а что, щуку куда денешь? Опять деду завезешь? Дед сказал, что он не хочет щуки есть. Он объелся ими. Ты уже переловил ему, что он обожрал со щуками. Давай тогда это. А что будем делать? Просто там пожарим тогда. Будешь жареную щуку есть? Конечно. Давай. Ванюша, как ты думаешь, что она перед этим съела? Может, пять окуней съела? Точно, как я и сказал. Смотри. Вот. Окуня. Причем такого большого. Это вон, во был какой. На полладошки окунь был. Ой, икра есть. Вот так вот одновременно к нам приехали за поросятами и окно привезли. Вот так вот часто бывает. То никого, то все сразу. Продаваться, продаваться идем. Продаваться идем. Если я промажу, будет здорово. А он здоровый, может и вырваться. Держи обороны, друзья. Все, не послушайте. Здоровые такие, эти поросята уже стали. Ребята из Солигорска сразу здесь такой конек сделали, чтобы стекло не попадало. Ну что, вставляем. Долгожданный дождь пошел. Хоть бы не прекращался. Рыба, мало воды. Грибов в лесу вообще нет. На улице идет не просто дождь, там ливень, а так хочется домашнего тепла. Первый раз в этом отобительном сезоне разожгем печку. Щука обалденная, а икра еще лучше. Очень вкусно. Спасибо. Ну, ваня, у нас сегодня, получается, накормил. Короче, все-таки меня... А на улице такой лив... Ну, ваня, ух! Рыба, блин. Ха! Рыба, блин. У-у-у-у-у. Ирануfleет. Рыба. дождь валит очень долго Юра едет с лодкой Привет! Привет! Как дела? Как дела? Как дела? Купил спиннеров. Юрик! Вы знаете, что Юра рыбацкий змеи искуситель? Ваня, поедем? Поедем. Смотри, какие красавцы! Давай хоть чайку попьем. Частые два комментария напротив Боки имя. Во-первых, спрашивают, вот как уменьшительно ласкательное? То есть, Боки, смотри, Дима, Димочка, Димуша, Ваня, Ванюша, Ванечка, Юра, Юрик, Юрочка, Валя, Валечка, Валюша. А Боки? Боки. И все? А Бокушка? Бокушка. Димочка? Димочка. Короче, нет у них дохода, да? Она не поняла. Нету Боки. Просто Боки и все. Окей. А можно там Бокишечка? Бокишечка, но? Нету такого уменьшительного ласкательного. Такое маленькое Боки, маленькое. Нет? Да? Да. Говори. Есть. Боки? Маленькое. Маленькое Боки. Боки, Боки, все. Маленькое Боки? Бокечка. Хорошо, второй вопрос тоже зрители задали. Короче, что обозначает имя? Давай это переведем. Так, что означает имя твое? Да. Что означает имя твое? Хани. Хани, мёд. Мёд? Да. Ты мёд? Да. Это название моего имя. Традиционный имя. Традиционный имя. Сейчас. Традиционный имя. Традиционный, да. Сейчас напишет. Угу. А я даже это. В щуке, что Ваня поймал, вот такой окунь был. И есть там чем питаться. Меня зовут. Традиционное имя. Из моей деревни означает мёд. Прикольно. Ты тоже, получается, пчеловод. Но тебя называют уже черничкой. Черничкой. Блюбери. 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 Тебя подписчики называют. Блюбери. Блюбери. Ну, ты будешь мёд. Хани. Супер. Ну, даже не подумали бы. Слушай, Валера, вокруг одни пчеловоды и пчёлы нас окружают. Мёд вокруг. Байкипер. Бейкипа. Бейкипер. Хани. И ещё одна Хани. Наверное, те, кто спрашивал, что переводится как её имя, они ждали другого ответа. Они думали там, зоркий глаз, острое, а копьё. Так, мёд. Всё. Всё. Заказали сюда окна. Вот такие большие рамы, но пополам будет перегородка для прочности. Везде вот такие. Но здесь пополам перегородка и такое окно-дверь, получается, для проветривания. Потому что будет стекло и будет эффект теплицы. Ну, пластиковые заказали с двухсторонней ламинацией. А здесь, то есть везде на две части будет поделена, а здесь на три. Вот здесь на три и, ну, дверь такая сотка одна. Угу. Давай. Всё. Потом поставили окно уже. Пошли покажу. А здесь алюминиевые. Алюминиевые и причём не двойной стеклопакет, а просто одно стекло. Вот. И того, чего мы хотели, мы добились. То есть раз. Смотри. Сделали зеркальное. То есть всё вот это, все эти чугуны, их просто даже не будет видно. Они будут закрываться. То есть раз. Дождь попадать не будет. Ветер не будет. Снег не будет. Дом законченный вид. Ну, как бы так. Да. А там тоже будет так разделено. Так тоже делится. Там будет всё сной. Сейчас спецификацию скинута. Скоро уже. Ну, мне бы хотелось, чтобы ей делилось. Правда? А, и это здесь открывается. Это здесь. Даш Юр, у меня вопрос и к тебе, и ко всем зрителям. Вот это я хотел установить, да? Угу. Если вот оно здесь мешает дверь установить, да? Может вот так вот пополам её сделать? Можно и так. Вот такую маленькую. Можно и так. Или вот так вот. Или так не очень. Нет, ну так на входе, нет, нет, не подойдёт. То есть сделать его вот так вот, да? Да. Чтобы там можно было зайти и поставить что-то и тут можно было. Или вот так вот. Вот так и сделаем. Вот ровно вот посюда, да? Угу. Вот на ширину створки одну. Подожди, мы что-то вынесем. Да, можно его сделать. А я хочу здесь ещё плитку положить. Здесь ещё видишь, как бы какая-то коморка. Здесь надо ещё плитку положить. Здесь надо ещё сверху крышу закрыть. Тут же я ещё не могу сюда это поставить не только из-за этих дверок. А ещё вот потому, что сюда надо заходить будет. И тут же ещё сушка для печки. Ну вот так вот какой-то аппедицитик получился. Удобная такая кладовка получилась. Которая я сделала дом законченный, дала, придала дом законченный вид. И которая... Тут поставить мойку высокого давления. Лопату, чугунки. Ну то есть даже просто велосипеды. Всё, что хочешь, сюда можно поставить. А туда, Дима, тоже зеркальное заказывали? Нет. Смотри, в зеркальных очень классный плюс, да? Что ничего не видно. Это плюс. Но минус, что он затеняет помещение. То есть если мы там сделаем зеркальное, будет постоянно темно. Лучше так. Ну как бы лучше прозрачное туда заказывали. Сюда зеркальное, потому что надо всё вскрыть. Это всё от глаз и красота чтоб была. Походу, Юра, мы никуда не поедем. Такой ливень идёт страшно. Везде идёт. Ну, что там? Что там упало? Смотрите, что Белка сделала. Всё поломала с первого раза. Белка! Оно пошло вон отсюда! Слышишь, такая тяжеленная, как она это разнесла. Подожди, не садься. Я думаю, она увидела отражение твоё. Ну да. Головой толкнула. Ну да, вот смотри, её рога вот. Она здесь бодалась добре. Белка увидела сама себя в зеркале. И выломала стёкла. Что теперь делать? Она, походу, уже долго толкалась рогами. Единственное, что она не разбила. Как это всё снять? Надо как-то снять, чтобы меньше повредить это всё. Как это сделать? Рвать не хочется вырывать. Белка, кроссовка ты неси. Выглядай Ютуба. Мне кажется, она всё-таки разобьёт эту раму. Замок, получается, ездит уже не по салазкам пластиковым. Пластиковые салазки поломались. Ер, можно внахлёст на то стекло. Не обязательно что-то там больше. Руку как-нибудь. А, видишь? Ну давай туда. Или давай это поставим по центру. Ну давай. Короче, развалило капец. Позвонил, я только что заказал этот замочек. Замочек поломался вот этот. Здесь резинки повылазили. Надо будет разбирать это всё полностью. Когда замок... Я не знаю. Это единственный плюс, что она её просто не разбила. Потому что она была бедровая. Хотя пока может замок приедет, того же разобьёт. Увидел, что новое отражение. Расстройство одно. Что ж вообще одно расстройство. Ну, получается, я все эти углы повыравнивал. Они, да, кривые, но, блин, я их выровнял. Получается, мне надо вот одна такая заглушка. Один вот сюда пластик такой вот замочек. И само вот это вот замочек. Внутрянка тоже пластиковая. И всё. А, ещё вот здесь надо разобрать. Разобрать и вот здесь вот. Или мы сейчас это может отверткой как-то отправим. Сделали назад. Ну, не знаю, насколько это надолго. Но понаблюдаем ещё. Хорошо, внутри ещё чугунки не стояли. Так бы она их разбила бы, эти окна. Получается, резинки повылазили. То есть, она вот здесь нажала рогами. Резинка вылезла. Надо разбирать. Потом будет здесь то же самое. Когда приедет новый замочек, будем разбирать. И резинки поставлю уже на место. Сейчас немножко подсохло, а то видно, как долго белка лбом сюда била. Я надеюсь, это было первый и последний раз. Белка! Нет, это был предпоследний раз. Хорошо, мы рядом были. Сейчас бы опять выбила бы. Дальше. Саша спрячет, только он прыгает. иди белка тебе яблоко принесли иди кушай иди привели зли тебе на сейчас дожди пойдут вода наполнится пруд опять а это собака скулита я думал что звук такой 8 месяцев это же за порода вас я не знаю как они себя поведут могут укусить лучше не надо но еще один смотрите еще увидел барана не гриша может ты выдушила хотя не белка не гриша это не баран это ты поставили на свою голову да замучаемся мыть это стекло от них я надеюсь это временно стоит сам собой заигрывает красивый красивый молодец не гриша полюбовался свой пошел к стаду был день продажи животных все уже за эту козочку уже давно дали залог сегодня дали за козлика слава богу уедут хорошие руки не на мясо на разведение и поросяточек становится все меньше и меньше у нас дождь за сутки ни разу не переставал идти а 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 стройка из-за дождей стало а нам не только погреб надо делать нам надо еще этим камнем обложить фундамент как только закончится дождь этим и займемся и вот а как а а а а а Поросята редко выходят на улицу, давайте им витаминчиков Комплекс витаминов, тут и железо, и цинк, и все витамины А я, а я хочу быть помощником, Валя, а я, сама ловится на коле Один девчонки, может кому надо беленькие девчонки Необычные, далматинцы, да О, дикий, опять девочка Девочка дикая, да? Тоже девочка, да Побежали жаловаться вокруг мамки Все, 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 вернули, вернули, жаловались тебе уже, жаловались Все, всем пока, если маленькое видео, чтобы еще дочь могли снять больше Все, до свидания Пока-пока-пока Пока-пока Пока-пока Пока-пока